Этот бюст два года назад был возведен во дворе 167 средней школы Ясамальского района города Бакум. Когда-то Ильгар Ибрагимов, ставший жертвой во время событий кровавого января в возрасте 13 лет, учился именно здесь. Как дань уважения светлой памяти Ильгара, погибшего в ту ужасную ночь 28 лет назад, ученики этой школы сами следят за чистотой вокруг данного бюста, сажают здесь цветы. Он был одной из самых юных жертв трагедии 20 января 1990 года. Учился в нашей школе, и сейчас она носит его имя. Он был таким же учеником, таким же ребёком, как мы, как и все, хотел счастливо жить в родной стране. Он погиб во имя Родины. Сегодня мы живём в свободной, независимой стране. Но это было достигнуто ценой больших жертв. Несмотря на то, что Ильгар был ещё совсем юным, он также был среди тех, кто погиб 20 января. И мы гордимся им. Седьмой А-класс, где учился Ильгар Ибрагимов, был одним из лучших. Здесь учились, пожалуй, самые активные, патриотично настроенные, умеющие открыто выражать свои мысли ребятам. Считавшийся их лидером Ильгар остался в памяти учителей как симпатичный, тихий и заботливый ребёнок. Учительница азербайджанского языка и литературы Севда Аджалова утверждает, что мысли Ильгара о любви к родине были как у взрослого человека. Никто не мог поверить в то, что они стреляли в детей. Но они не только стреляли, но ещё и давили танками. Нам было очень плохо, когда мы пришли в школу и узнали о случившемся. Я видела его мать. Как же может выглядеть мать, которая потеряла своего ребёнка? Она и сегодня не перестаёт плакать по своему сыну. В школе, носящей имя Ильгара Ибрагимова, каждый год проводятся мероприятия, посвящённые трагедии 20 января. Учителя обязательно рассказывают учащимся об Ильгаре. Этот стих – из сценки, посвящённой погибшей 20 января 1990 года в возрасте 13 лет Ларисе Мамедовой. В образовательном комплексе 132-134, где она училась, ежегодно проводятся мероприятия в память о кровавом январе. В них принимает участие школьный коллектив и работающая здесь учительницей сестра Ларисы. Нармина Форманова знает Ларису по рассказам родителей и брата. Когда погибла Лариса, Нармине было всего 4 года. Любящая жизнь, внимательная и заботливая Лариса всегда помогала маме растить своих маленьких брата и сестру. Она успевала не только хорошо учиться, но и посещать кружки рисования, ткачества и вышивания, а также играть на пианино. Её отец любил её старательность, большое сердце, старался ни в чём ей не отказывать. Мой отец тогда работал в автобусном парке, в его распоряжении были автобусы, которые он должен был проследить, чтобы в целостной сохранности доехали до стоянки. В этот день он пришёл домой, поужинал и хотел собраться уйти. Но сестра очень захотела с ним. Уговорив отца и мать, она поехала с ним. По дороге этот автобус не доехал до стоянки. Этот автобус расстреляли. Пуля попала сестре прямо в сердце. Она рвалась увидеть народ, который хотел независимости. Она хотела увидеть флаг. Она всегда говорила, что мы прекрасный народ, у нас такой красивый город. Всегда душа болела за родину. Сейчас в школе действует кружок, названный именем Ларисы. Не случайно тут ученики изготавливают изделия ручной работы, занимаются ткачеством и шитьём, рисуют картины. Стихотворение про храбрость этой маленькой девочки является примером для каждого ученика данной школы. 20 января молодёжь, старики, женщины, безоружные граждане Азербайджана вышли на митинг за независимость нашей страны. Я горжусь, что я гражданин Азербайджана. Их мужество стало гарантом нашего светлого будущего. Мы никогда не забудем тех зверств, которые учинили военные над мирным азербайджанским народом. Наш долг, как граждан Азербайджана, защищает свою родину. Говорят, самым любимым местом Ларисы в Баку был Нагорный парк, где теперь и расположена Аллея Героев. Здесь её внимание привлекал большой поток людей. Судьба сложилась таким образом, что уставшая жертвой эта девочка с большим сердцем теперь покоится здесь, и ежегодно её могилу посещают тысячи людей.